всем привет друзья сегодня мы будем делать очень необычный и в то же время очень простой десерт который должен был назваться разбитое стекло но как всегда что-то пошло не так ну что ж для начала нам нужно сделать разноцветное желе в моем случае сегодня будет три разных цвета это будет со вкусом вишни со вкусом лимона и со вкусом ки готовить вот такие вот разноцветные желе мы будем точно так же как написано в инструкции на упаковке просто добавляем теплую воду размешиваем все ложкой и ждем до тех пор пока все застынет после того как железо стынет нужно взять еще 25 грамм желатину моем случае это желатин быстро растворимый дальше желатин заливаем пол стакана теплой кипяченой водой и оставляем чтобы он набух пока набухает желатин нам нужно взять 500 миллилитров сметаны добавить в нее полтора стакана сахара и все хорошо взбить до тех пор пока растворится сахар сахар растворился во время взбивания берем желатин я его распускал на водяной бане установил на водяную баню и дождался до тех пор пока он станет вот таким вот жидким добавляем все в сметану хорошо ложкой все перемешиваем а затем в этот торт я решил сделать немножко по-своему и добавить секретный ингредиент здесь у меня было 150 грамм кокосовой стружки добавляем все в сметану опять таки хорошо ложкой все вымешиваем чтобы сметана с кокосовой стружкой хорошо перемешалась после этого мы достаем уже застывшие желе разрезаем его ножиком вот так вот в тарелке на небольшие квадратики и по половину тарелки вот этого желе разноцветного мы добавляем смесь сметаны с кокосовой стружкой опять таки берем ложку и все хорошо аккуратно перемешиваем чтобы вот эти вот разноцветные хрусталики так сказать размешались в белой кокосовой стружке после того как вы все хорошо перемешали это нужно отправить формочку для застывания в моем случае сегодня будет силиконовая в виде кекса в вашем случае формочка может быть любая отправляем все полностью формочку выравниваем вверх и отправляем в холодильник до полного застывания десерт у меня простоял ровно ночь в холодильнике ну что ж пришло время его извлечь из силиконовой формочки все достается хорошо и без проблем и настало время разрезать посмотреть что же получилось получилось я вам скажу не то что я ожидал я думал что будет немножко красивее куда-то пропали куда-то делись все хрусталики которые должны были быть в этом торту они так сказать растворились но не все но почти все видим что в разрезе их нигде не видно остались только разноцветные полоски немножко не такой должен был быть результат но по вкусу получилось необычно и чем-то вот это все напоминает шоколадку баунти именно вот ту начинку которая есть внутри наверное из-за того что было добавлено кокос ну что ж друзья результат все равно достигнут получилось не то что хотелось но получилось совсем другое и необычное на этом наверное будет на сегодня все оставляйте свое мнение в комментариях почему у меня не получилось то что я задумал я же в свою очередь хочу сказать что сегодня я должен был сделать простой торт который получается наверное у всех но у меня почему-то не получил я хотел сделать немножко по-своему чтобы было не так как у всех но вот получилось то что получилось на этом у меня на сегодня все оставляйте свои комментарии что я сделал так что я сделал не так мне будет очень интересно почитать но мы с вами встретимся как всегда следующем ролике всем пока всем до скорых встреч